Спецназ Субтитры предоставлены 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 Служить народу, служить Родине и выполнять те задачи На которых были поставлены Это прежде всего Борьба с терроризмом Но когда Наше подразделение Стали пытаться Многие те политические силы Которые пришли к власти Во времена покойного Бориса Николаевича Ельцина Мы поняли, что Наверное, в этой ситуации Нас стали использовать Как какой-то силовой кулак Для решения каких-то своих Других задач, которые, может быть, мы в какой-то степени И не воспринимали Это первое И второе, вы знаете, у нас есть обиды Которые, как я могу о них сказать Они никто не скрывал Когда произошла вот эта трагедия в Вильнюсе Помните, которая сейчас до сих пор пиарит Весь мир, особенно при Балте Что вот группа Альфа захватила Там телецентр, кого-то убила Я говорю совершенно официально Альфа никого не захватывала Альфа никого не выбивала Альфа получила приказ о освобождении Вильнюсской телебашки И не более Что мы и сделали Но нас покоробило то, что когда В это время было, кажется, правление Да, не то, что это точно было правление Михаила Сергеевича Горбачева И когда его напрямую стали спрашивать Не он ли посылал это подразделение Альфа в Вильнюс Для решения этих задач Он сказал, что я вообще не помню Мне кажется, я вообще спал То есть, представляете, состояние наших офицеров Которые выполнили задачу Государство Потому что Горбачев, как мы понимаем Представлял государство А не самого себя И когда от этих офицеров отказались То там было это, мягко говоря, неприятно 91-й год, и мы уже с вами только коснулись его Что когда нас тоже пытались Втянуть вот эту трагедию И заставить штурмовать Белый дом А штурмовать Белый дом Было совершенно Такое состояние Чтобы вы видели, сколько было там народу То есть, площадь была заполнена людьми И как это представить Без огромного количества трупов и крови Никто этого не мог Вообще даже думать Как? Просто поступил приказ Взять Белый дом Как будет Альфа брать И приданное ему в спецподразделение Никто, руководитель об этом думал Просто был приказ взять Когда мы собрались с офицерами И всю эту ситуацию Как грубо говоря Офицеры прокачали И каждое подразделение Провело свое офицерское собрание Мы, руководители Получили такое заключение Что в той ситуации В которой существует сейчас в наличии Взять кровь, которая прольется И вот эта ситуация Что мы с вами обсуждаем Она для нас неприемлема И поэтому мы на штурм Белого дома И на уничтожение ни в чем неоповеденных людей Не пойдем Дальше идем в ситуацию 93-й год Теперь Борис Николаевич Ельцин Нападает на тех Которые сидят в Белом доме Которые раньше нападали на него Это гримаса истории Но, к сожалению, в этой гримасой истории Попало наше подразделение И опять подразделение Альфа Теперь Борис Николаевич Ельцин Заставляет опять штурмовать Белый дом И принести ему труппу Хасбулатова Представляете, что это такое для нас И как это все выглядит И в этой ситуации опять наши командиры Совершенно четко Зная, что приказ поступил от Бориса Николаевича Ельцин Три наших офицера Вышли к Белому дому с белым флагом И попросили выставить переговорщиков Для того, чтобы решить проблему Со штурмом Белого дома В это время там находился Теперь покойный господин Баранников Это был министр МВД И когда наше подразделение Выдвинуло условия о том, что мы будем штурмовать Белый дом Предлагаем вам сдаться, потому что результат будет однозначный Мы Белый дом возьмем Но мы не хотим ни крови, ни трупов Которые будут в этой ситуации Баранников пришел к Хазбулатову И вместе Баранников, Русской и Хазбулатов Выслушав эту всю информацию Они приняли решение о том Что они готовы сдаться на волю победителя Потому что всем была гарантирована жизнь Как вы сказали Подразделение Альфа остается одним из самых сильных в мире И в свое время вы написали книгу Россия в эру террора И сегодня считаетесь одним из главных экспертов По антитерроризму Какие сегодня для нас могут быть угрозы? Проблема террора или проблема терроризма Сейчас в мире стоит Проблемой номер один Сейчас, может быть, немножко Это не проблема номер один Проблема номер один Это, наверное, все-таки сейчас проблема Украины И то, что творится на Украине Но проблема борьбы с террором Это является главнейшей И думаю, что эта проблема Перед международным сообществом Будет стоять еще много-много лет Могу привести примеры, почему я так считаю Вы помните, или вернее вы знаете Что такая есть серьезная организация Аль-Каида Которая провела массу террористических актов По всему миру И такая слава Жесточайших людей Которые не считаются ни с какими там Трупами И действуют очень жестоко И казалось, что вот это, наверное, высшая степень Вот этого терроризма То есть выше быть не может Но потом появилась, как мы знаем Террористическая организация ИГИЛ Или так называемая Террористическая организация Исламское государство И что меня в этом настораживает Не только меня Они пошли другим путем Если Аль-Каида Действовала в каких-то регионах И пыталась там проводить теракты По всему миру С какими-то там своими целями Там свержение режимов Или там похищение людей Для выкупа Или убийства каких-то политических дел То ИГИЛа встала на другой путь И она решила сделать свое Исламское террористическое государство И как вы знаете Это уже никто не отрицает факт Они захватили нефтяные вышки И депингуют теперь по продаже нефти Они имеют миллиардные финансовые вливания В свою структуру Повторяю еще раз Это уже другая степень Они не только пытаются теперь проводить Они пытаются создать Исламская, если хотите, террористическая организация Это совершенно другая ситуация И если я владею информацией Кажется, американцы уже приняли план Трехлетний план По борьбе И, если хотите, физическому уничтожению Этой организации Но я с этим не согласен С американцами Почему? Потому что, наверное, все-таки Вот это то политическое представление Которое сейчас у нас происходит с Америкой По поводу Украины Не позволяет американцам реально Смотреть на вещи Я уверен, что без России Без российских спецслужб Или без российского участия Американцам будет трудно А может быть даже и невозможно В наземной операции победить Это исламское государство А мы в этой ситуации предпринимаем меры? В Исламске вот эта террористическая организация ИГИЛ Воюют более 80 с лишним Представителей стран мира Которые воюют на стороне Этой террористической организации Представляете 80 с лишним стран В основном это, конечно, мусульмане Или те, кто принял ислам И они являются граждами тех стран Франция Великобритания Америка Ну не перечисляю Там Нидерланды Финляндия и так далее Вот в чем проблема Потому что это не только Исламисты, допустим Которые находятся И исповедуют всегда Это именно те Европейские представители ислама Которые перешли туда И воюют на стороне Исламской Вот этой организации Террористической Нас волнует, конечно, Северный Кавказ Я могу ошибиться Но думаю, что Цифру я назову приличную Более 700 с лишним Выходцев В основном С Кавказа Которые воюют На стороне Бандитов В этой Террористической организации ИГИЛ И представляете Что задача Все-таки ИГИЛ Достать, как они говорят Россию Через Северный Кавказ То есть я не намекаю Говорю прямо Что если эти Бандиты Попытаются вернуться На территорию Северного Кавказа Именно обученные С вооружением И имеют Такой сильный Военный И боевой опыт Это будет Для России Очень серьезная Проблема О которой я знаю Что спецслужбы Уже задумываются А вы Как подразделение Имеете какое-то Отношение к украинскому Вопросу И вообще Какое у вас к нему отношение Если говорить откровенно Для нас Вот эта Братоубийственная война Она просто В какой-то степени Шокировала Три братских народа Белорусы Украинцы И россияне Это та Христианская культура Которая должна Отстаивать Себя И свои права По всему миру К сожалению Этого не случилось И я Говорю Открыто Что в этом Виновата Наша Мне кажется Все-таки Недальновидная Международная политика Мы считали Что вот эти все Страны Которые потом Стали самостоятельными Ушли из Советского Союза Они являются Нашими младшими Партнерами Мы так считали Но к сожалению Эти младшие партнеры Тоже имеют Свою гордость И посчитали себя Равными России И мы 20 лет Ничего Не предпринимали На Украине Ничего не предпринимали Мы не вкладывали туда Ни финансирование Нормальное Мы не пытались Расширить Круг русских школ Мы не пытались Проводить нашу Идеологию Русскую идеологию Если хотите И говорить о том Что мы друзья Братья Мы братья по крови Мы вам будем помогать И готовы всегда вам помочь Американцы За это время Сделали все Чтобы влить туда Огромные финансы Никто не отрицал Сколько они 5 миллиардов Объявили За это время Влили в эту ситуацию Все майданы Все раньше Революции Это естественно На совести Будем так говорить Американцев Потому что они Нашли слабое звено В той системе Которую мы имели И теперь Украина Я думаю Что Долго будет Использоваться Американцами Для того Чтобы Россию Втягивать Вот в эти все Авантюры А что является Вот порогом Который говорит о том Что человек Готов служить в Альфе Какие качества В нем должны быть У нас есть Много специальностей Я могу сказать Что у нас есть Допустим Это не секрет Хорошие снайпера Или великолепность У нас есть подводные пловцы У нас есть люди Которые занимаются Минно-подрывным делом У нас есть группа Тех людей Которые занимаются Переговорами Во время Как говорится Это все Квалифицировано И люди Занимаются Своей Как говорится Той Спецификой На которую Они пришли Служить в подразделении Альфа Поэтому на сегодняшнее Время Я могу сказать Что у нас Наши офицеры Конечно На несколько порядков Выше тех Ветеранов Которые служили В мое время Они выше И по Своему Если хотите Физическому Развитию Технически Я уже не говорю Это вообще Вещи Несопоставимы Потому что То вооружение Которое имеет Подразделение Альфа На сегодня Это наверное Лучшее вооружение Которое используют Спецслужбы Мира Для борьбы с террором А какие у вас Самые запоминающиеся Операции Почему-то у меня Все время Операции Связаны С детьми То мы освобожаем Детей В Сарапуле Ну наверное Для меня Самая такая Серьезная Или по крайней мере Не очень Как сказать Даже специфическая Операция Что произошло С захватом Детей в Минводах Помните Банда Ишхиянца Захватила автобус С учительницей И с детишками И вы не представляете Что родители Всех этих ребят Они приехали В аэропорт Минвод Это сотни машин Сотни Если не тысячи Родственников Которые Окружили этот аэропорт И ждали Или по крайней мере Наблюдали Что случится То есть Или их дети погибнут Или их дети Будут освобождены И в этот момент Было принято Мне кажется Единственное Правильное решение Руководителями операции С Израилем У нас не было В то время Дипломатических отношений А банда Ишхиянца Требовала Вылет в Израиль И после всех переговоров Которые мы провели Мы их требования Выполнили Но у нас было Только требование одно Чтобы эти изверги Выпустили детей Вместе с учительницей Они получили Определенную сумму денег Они получили оружие Которое они требовали А наше Министерство иностранных дел Связалось С израильтянами Хотя мы не имели Дипломатических отношений И попросили Их принять Этих бандитов И по возможности Задержать их И передать Нашему подразделению Это решение Как я понимаю Было согласовано И мы Ишхиянцу объявили Что даем ему гарантию Что он будет жив Если он выпустит Всех детей Все детишки И все Кто находился В автобусе Это учительница Они были выпущены Мы их Приняли в себя И подогнали Мы транспортный самолет Антей И эта банда Села И вылетела В Израиль На второй день Группа Во главе с Зайцев Я тоже летал Мы прилетели В Израиль В Тель-Авив И Израильтяне Передали нам Этих бандитов Мы их привезли В Москву Но повторяю Чисто морально Особенно для родителей Которые наблюдали Наверное Это была самая большая Трагедия А мы не могли Допустить ошибку Потому что Все прекрасно понимали Малейший штурм И любая неприятная ситуация Она бы привела Гибели и автобуса И детишек Которые находились там Ну вот вам Не посчастливилось Неоднократно Смотреть в глаза Террористам А что в этих глазах Что отличает их От людей Как вам сказать Вообще-то Это вообще Наверное Не люди Особенно те Кто берет Заложники детей Это у людей Ничего нет святого Мне кажется Они вообще Кто их воспитывал Непонятно Но в этой ситуации Смотреть на них Было не то Страшно А просто противно А что для вас Самое трудное В вашей работе Ну в Альфе Трудно было Наверное Работать Потому что Каждый день Это риск Не только за себя Но за своих подчиненных В ассоциации Я уже 23 года Я являюсь президентом Тоже решается Много вопросов И от решения Этих вопросов Зависит Как пойдет Ассоциация Что мы можем сделать В вашей короткой биографии Есть еще строчка В которой говорится О том Что вы страстно Любите рыбалку Да у меня есть фотографии Можете посмотреть Я почему-то Рыбалку люблю И не знаю Может это передалось От моего дедушки Ну кстати Получается так Что дедушка Был страстный рыбак Отец мой Совершенно безразличен Я страстный рыбак Сын Совершенно безразличен Я не знаю Почему передается Печитель поколения Но это так Мне многие говорят Ну а почему Вот ты Там Не охотник Почему Потому что многие Конечно Большинство наших офицеров Увлекается еще охотой Но могу сказать Что я был с друзьями На охоте Ружье в руки не брал Но когда я увидел Как убили Огромного лося Представляете Эти красивые рога И вот он упал И у него Из глаза Течет слеза Вот такая вот Это конечно Я охоту не понимаю А какую рыбалку Вы любите? Ну я люблю рыбачить И на спиннинг Я люблю рыбачить И на донки То есть у меня Любой вид рыбалки Для меня не то Что там Добыча рыбы Это просто Отдых со своими друзьями Это просто Отвечение от того Что накапливается В течение Долгого времени Потому что Я уже не молодой человек И в мои годы Уже как говорится Надо хоть как-то Отвлекаться Сергей Алексеевич А кто увлек вас Пушкиным и Есениным? В школе я учился хорошо У нас была Великолепная учительница По литературе И почему-то Когда она читала стихи Вот у меня Больше всего Потому что Вот это Я даже не знаю Как назвать Вот сейчас я стихи Многих авторов Не понимаю Вот как Называется сейчас песня Рэп это да Вот когда слушаю рэп Мне кажется Или я Не вникаю в эту ситуацию Или они Вот это как Это называется Песня Ну я не могу Этого понять Вот мои родители Жили мы всегда В коммуналке В основном Жили не очень Как говорится Богато Но когда собиралась Большая компания Люди Немножко выпивали И пели песни Которые знали все Вот сейчас В каких бы О компаниях не было Может быть Даже и больше Чем раньше Но я уже этого Не вижу Никто не может Спеть песню Я Люша Что там И не Нюша Это Юбочка из плюша Или там Парень Который поет рэп Там я ушел Потом пришел И потом я не дошел Ну я говорю Что мой возраст Позволяет мне судить То что это не мое Да Моя внучка Она живет по-другому И я Мне это иногда Злит Потому что она приходит Не то что там Поговорить с дедушкой То есть бабушка Она приносит свой Как это И для нее Общение С утра до вечера Когда я говорю Аллен Ты бы со мной поговорил Ладно дедуль Я потом Вот сейчас Закончу Вот это меня Потому что дети Начинают быть роботами Они совершенно Не читают Они совершенно У них Костноязычный Образ Речи Я Многие иногда Я редко Правда сейчас езжу В метро Но в метро Когда я слышу Разговор молодых людей Я Их птичий язык Тоже Понимаю с трудом То есть что там Перетереть Подтусоваться Потом Что там Ну в общем Ну вы знаете Вы молодая девушка Поэтому вы знаете Мы Я этого не понимаю То есть я не понимаю Почему русский язык Вот так изменился Поэтому говорить о том Что эти ребята Это поколение Любит Есенина И там Лермонтова И Пушкина Я с трудом думаю Потому что ИГ дает только галочку Знаешь ты Есенина Когда умер И когда родился Вот он Он считается Знал Есенина Если они Войну и мира Читают по интернету Или там Залезая в интернет И только делают сноски Не вижу в этом Достоинств И думаю Что мы потеряли Огромный пласт Нашей культуры Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok